Но пробил его огненный час, захлестнуло Россию ненастье. Он с портретов в иконостас перешел, как в алтарь на причастие. Но при виде российских невзгод в Царстве Божием как усидиться? Без замка расшаталась граница, без хозяина гибнет народ. Год, что негод, совершает обход, к вере души людей пробуждая. Там слезу незаметно сотрет, там поправит, плечом подопрет. Благодарности не ожидая, государь по России идет. ПЕСНЯ 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 Русского царя А где же ты была, святая Русь? Кому молилась и о чем мечтала? Когда его толпою мразь и гнусь За Господа глумливо распевала? А где же ты была, святая Русь? Молчал и богоносец твой народ Предав безумно и царя, и Бога И с облазненным призраком свобод Костями в бездну выпастил дорогу Молчал и богоносец твой народ И не было с ним рядом никого Кто бы спас, или защитил, или руку подал Но каждый верно поддался его Неверным сердцем, как Иуда продал И не было с ним рядом никого Субтитры создавал DimaTorzok И ликовали зловой палачи Свершив в подвале царскую Голгофу Спасенья нет, кричи или не кричи И раненых штыков гвоздили в полу И ликовали зловой палачи О, ведали ли они, что сотворили Мечтая свет во мраке потопить И русского царя затем убили Чтоб душу русскую навеки поубить Поведали ли они, что сотворили Но поругая не бывает Бог И пусть грехи еще Россия множит Склониться с покаянием народ Перед святым помазанником Божьим Ведь поругая не бывает Бог Государь отправился в Ставку в штаб армии, находившуюся в Могилеве, так как готовилось весеннее наступление и присутствие верховного главнокомандующего там было необходимо 23 февраля В Петрограде начались беспорядки, вызванные ложными слухами о недостатке хлеба Государь предвидел вероятность беспорядков 24 февраля Беспорядки усилились Но император получил известие о них только 25 февраля Дума во главе с председателем Радзянко организовала временный комитет 27 февраля Бунт перешел в мятеж Начались убийства офицеров Царь отправляют в Петроград генерал-адъютанта Иванова с чрезвычайными полномочиями для восстановления порядка Одновременно он распорядился отправить с трех фронтов по две кавалерийских дивизии из самых надежных Увы, отправка войск была отменена предателями генералами Алексеевым и Рузским Получая противоречивые сведения, государь решил сам вернуться в столицу 28 февраля царский поезд выехал из Ставки в Царское Село Но этого и ждали заговорщики В ночь на 1 марта поезд был остановлен, так как станции якобы заняты мятежниками Государь оказался отрезан и от Петрограда, и от армии После неудачной попытки пробиться в Царское Село другим маршрутом Государь решил ехать в Псков, в штаб генерала Рузского Поезд прибыл туда вечером того же дня Царь очень рассчитывал на помощь и поддержку Рузского Но его ждал новый удар Рузский предложился ему сдаться на милость победителя Во Пскове государь оказался как в плену Его приказы не исполнялись, телеграммы верных царю не сообщались В ночь с 1 на 2 марта генерал Алексеев, какие-то сутки назад Провожавший Николая II из Ставки и клявшийся исполнять его волю Готовит манифест об отречении государя от престола Утром предатель передал окончательный текст русскому Алексеев также разослал циркулярную телеграмму Всем командующим фронтами В которой, изобразив положение в Петрограде в ложном свете Просил их срочно телеграфировать государю свою просьбу об отречении К 14.30 дня ответы всех высших начальников действующей армии были получены Большинство из них просили императора отречься от престола для блага России Для спасения России и победы над внешним врагом Масон Гучков внушал царю мысль, что верных частей у него нет Это была ложь, но генерал Русский авторитетно подтвердил В дело пошел и прямой шантаж Царю сказали, что если он вовремя не отречется Никто не гарантирует безопасности его жене и детям В роковой день 2 марта в дневнике императора появилась историческая запись Кругом измена и трусость и обман Государь говорил, если я помеха счастью России И меня все стоящие ныне во главе ее общественных сил просят оставить трон То я готов даже не только царство, но жизнь отдать за Родину Император ушел, но ушел спокойно и с достоинством Уверенный, что принимает единственно правильное решение Отрекаясь, он ушел не хлопнув дверью, а с величием царя С молитвой христианина, с мудростью правителя и с волей героя духа Более того, со всепрощающей любовью к Родине он сделал все Чтобы облегчить России ближайшие последствия отречения Отец нес сына на руках, не в колыбель наказан Прижав к груди свое дитя, он тихо повторял О Господи, помилуй нас, о Господи, помилуй нас Отец мой, друг мой, мой куда? Я спать хочу, уж видел сон Как страшно, как страшно Отец чуть слышно повторял О Господи, помилуй нас Тот, кто убийцей стал для них Спокоен и улыбчик был Не трогнула его рука Будь попрана могила там, где тот убийца спит О Господи, помилуй их О Господи, помилуй их Отец нес сына на руках, не в колыбель наказан В месяце июля Зазвенели пули И колоть устали Острые штыки Что в священной крови Что в священной крови То святох ливнули Занятая пеплом Дети сатаны Возле шахты старой Пир кипел кровавый Тяжело по плахе Били топоры В ряд на эшафоте Головы стояли И чадили гарью страшные костры И снились сроду Русскому народу Те, что здесь творились Адские дела Как кровавой грудой Полыхали всю ночь Чистые накиды Царские тела Как жена мне больно Как жена мне стыдно Землю с царской кровью Попирать буртом Пред такой святыней Где навек от дыни Только на каменях Только по секунду Нужно, чтобы каждый Русский православный С покаяньем в сердце Приходил сюда Чтобы вся Россия Приклонив колени Со стыдом рыдала У царского креста Чтобы вся Россия Приклонив колени Со стыдом рыдала У царского креста В Docку Русский православный Корректор «Новика Запоредки» О involving У humолвение Продолжение следует...